В бюджете Севастополя не хватает денег на зарплаты чиновникам. Правительство и законодательное собрание должны уменьшить расходы на денежное содержание госслужащих, заявил временно исполняющий обязанности губернатора города Дмитрий Владимирович Овсянников на аппаратном совещании правительства в понедельник, 17 октября. До этого он заслушал доклад своего заместителя Илья Вячеславовича Пономарева о формировании денежного содержания госслужащих. Из-за принятых предыдущим правительством решений сумма зарплат госслужащих превышает утвержденный федеральным законодательством предельный размер фонда оплаты труда, сообщил Илья Пономарев. По местному закону средняя для всех работников исполнительной власти зарплата не должна превышать 44 тысячи рублей, а фактически выплачивается свыше 54 тысяч. Все дело в том, что фонд оплаты труда севастопольских чиновников формируется на основе двух законов, которые не соответствуют требованиям федерального закона. Необходимо отметить, что несоответствие норм 169-го закона положением федерального закона о государственной гражданской службе стало предметом протеста прокуратуры города Севастополя от 15 января 2016 года. Как указано в протесте прокуратуры, продление срока действия 169-го закона подтверждает тот факт, что изначально установленный 22-м законом уровень денежного содержания госслужащих в Севастополе не соответствует возможностям бюджета. Председатель законодательного собрания Екатерина Борисовна Алтабаева поддержала предложение правительства по корректировке законов о фонде оплаты труда севастопольским госслужащим. Я хочу обратить внимание, что речь идет о зарплате госслужащих. Поэтому законодательное собрание в целом, естественно, поддерживает все то, что способствует формированию забалансированного бюджета города Севастополь.